Сценарий я вроде нашла, короче, описание внизу, как я наткнулась на эту анимацию, ну, я не знаю как, ну, просто таких подобных вещей довольно много, но, но, настолько непродуманный сюжет, ну, в общем, это что, ну, как, разумеется, нас встречает заставка, она довольно непродолжительная, и да-да-да, видео без звука, так что, позвольте, прочитаю, это ужас весь. Эмма, короче, у нас вот эта вот плачущая девочка, она плачущая, Эмма, героиня, она у нас главная героиня, вот. Как вы видите, всё начинается с криков мамы и избиения, какая актуальная тема, почему, почему всех должны бить, почему, почему всем должно быть жалко Эмму, потому что её бьют, она меня всегда недолюбливала. Так вот, учитывая вопрос, почему, как ты могла, может, я не смогу это читать, как ты посмела взять из кошелька, а, что там было, из кошелька, короче, как ты могла, как ты посмела взять с кошелька 7 евро на водку. Ну, хорошо, я посмотрю. Водка 7 евро. История поиска, очистить историю поиска, очистить историю, ага. Но у меня есть лучший друг, это её плюшевая панда. И Николас, я так поняла, это её папа, он говорит, вы сами прочтёте, вы же умеете читать? И она, и Эмма боится. А, стоп. А, я записываю, всё, хорошо. Просто одежда матери... улетела в пространство, потому что они живут в Бермудском треугольнике. Извините. На утро. Мама, поверь, он меня насилует. Но вместо того, чтобы поверить, она мне не спила. Информация, которая... А вот это вот... Вот это вот... Вот это... А вот это вот информация, которую вы сами сможете прочитать. Хорошо? Я не хочу это читать. Когда-нибудь за это снимут моницитацию. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Так, хорошо. Прошла... Неделя. И она начала... Вот, вот, вот это вот. Да. Она посмотрела... Прошла неделя, извините. Неделя. Она... Типа, беременная, да? Ну, короче, описывается, что весь 7 лет она беременна, но... И роды принимала. Наркоманка. Да. Всё хорошо. Почему? Что? Проходит? В общем, стандартный сценарий грустной истории. Наподобие моя жизнь. Но я не думаю, что... Его допринимают наркоманы. Что здесь происходит? Где правоохранительные органы? Где органы эпики? Они живут вообще где? У них даже врачей нету. Спустя 7 лет... И вот это её... Ещё одна... Кошка-девочка. Её что, глаза стали жёлтые? В общем, они повзрослели. И Эмма, она же молодая мама, она не успела наиграться в игрушки. Поэтому она сказала, ладно, доченька, давай с тобой поиграем. Что случилось? Теперь они все рыдают. Теперь они все улыбаются. Потому что они друг друга любят. Тут она её учит. Жизнь сейчас. Учит жизни. Так, ага. Да, да, так, так, так. Это нам неинтересно. Но интересно то, мне просто непонятно, на что они живут. Если, да, между ними безумная любовь, мама и дитя. Но кто их кормит? Они с этими пьёницами всё ещё живут. Кто их обеспечивает? Дядя таких несовершеннолетних. Тут нет особо такой смысловой нагрузки. Тут просто... Вот, ладно. Не, она тут представляет себя в роли своей мамы. Прости, пожалуйста, меня. Я тебя очень-очень люблю. Ага, понятно. Солнышко. Ты же знаешь, я бы такого никогда не сделала бы. Ну, конечно. Потому что она бы не узнала, вообще-то, если бы она это сделала. Ладно, хватит меня пускать. Сейчас идем и все как плесняшки. Не знаю, одежду кто покупает. Ну, ладно. А теперь пошли. Искать. Поциков. Как? Ну что, что? На чем? Им мало, что ли, пацанов? И это тоже в семь забеременеет. Что, по-разуму, отец? Зачем? Ну, что? Иди в 14. Куда тебе еще? Иди, работай, вообще-то. Тебе дочь кормить. Если ты не хочешь, чтобы с твоей дочью сделал, давай отец то же самое. Иди, дорогой. Иди зарабатывай. На квартиру. Мы не на квартиру, у нас съемное жилье. Я не знаю, что у вас там у Качалайф есть. Но, блин. Поциков. Не мало? Не много ли уже поциков? Куда им поциков? Куда им еще поциков? Искать. Поциков, да. Они пошли искать поциков. Они в метро сидят. Они обсуждают пацанов. Мамы и ребенок. Теперь они сталкиваются с пацанами. Можно я не буду комментировать музыку? Пожалуйста. Простите, пожалуйста. Где мой сценарий? Тут, короче, все извиняются. Все извиняются. Извиняются. Все вместе. И Эйдан. Это этот маленький. Маленький такой вот. Вот этот вот. Короче. Малолетний. Маленький дамский угодник. Ему 7 лет уже. Или не 7 лет. Он уже чего-то достиг в этой жизни. Спустя две недели. Все почему-то выросли. И их почему-то пустят на концерт. А не на детский утренник надо. Здесь нам, типа, должно быть смешно. О, Сережка. Здесь неинтересно. После концерта. Почему Эйму переименовали в Дженни? Не трогай свою дочь. Говорит, на свою папку. Папинку. Вот, вот. Вот. В смысле дочь? Это мой папа и твой. Ты родила? Ой. Да. Через год. Все. За что они Эдгара бьют? Зачем они? За что они над Эдгаром издеваются? Я не знаю. Это, наверное, психологически отрождилось на Дженни Эмми. Потому что ее детство били. И она решила вражать свою любовь избиением своего друга. Она сначала побила, а теперь она нацелует. Ничего не там делают. В общем, я не знаю, как это прокомментировать. Все. Мой мозг отказывается это понимать. Как их обеспечивают? Они остались у наркоманов этих, ну, этих пьяниц, родителей. А почему после концерта главного героя стали зовут Женя, а не Эмма? И зачем избивают Эдгара? И где правоохранительные органы? И, хорошо, они дети играют в больших маму и папу с пацанами. Да-да-да. Что? Самое интересное здесь почитать комментарии. Мои состояние при просмотре. Где я? Кто я? Я пельмень. Супер-пупер. Делай больше таких видео. 2019. Я беременна в один год от брата и сестры. Вам нужно 10 секунд, чтобы над этим подумать. Все, вы подумали? Дальше. Месиков нету. Груди нет. Зато беременная. Грудь в 7 лет? Логика. И что? Плюшевая панда. А я хз. Не могу так больше. Нет, не делай этого. Ты только что не закончил. Кто это говорит? Ты только меч. И что люблю. Не делай этого, пожалуйста. Ой, мой хороший. Я тоже тебя люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok